Наталья Батракова Моя девичья фамилия Ореховская Красивая фамилия Меня спрашивали, как ты возьмешь фамилию Батракова Но для меня это было не столь важно Я знала, что если я выхожу замуж, значит я беру фамилию мужа Какая она? Я ведь не фамилию люблю, мне этот человек дорог Я, как вот сейчас говорила на встрече, я своя такая провинциальная девочка Я своя, Могилевская, потому что 40 километров от Могилева Папа работал тогда в райисполкоме, то есть он был на руководящей должности И благодаря ему много ездил по району, много ездил по колхозам И я рано посадила меня даже за руль, благодаря ему Вот я как раз объездила все эти места, все эти окрестности Мне очень нравилось Мама, старший экономист райбольницы Родители были читающей семью, выписывали толстые журналы Бежали на переконки во время обеда к почтовому ящику Потому что было такое правило, кто первый достает журнал из почтового ящика Кто первый его читает, прячется под подушку и вечером начинает читать Второй, значит, уже вторым, но я была в этой очереди третью всегда В детстве я в 4 или в 5 лет научилась читать Меня в 6 лет отвели в детскую пиблиотеку И дальше просто поглощала запойми все подряд Для меня все писатели, вот они были вот как здесь Вот это обязательно верхняя полка И это обязательно такими заглавными буквами писатель Это обязательно такое золотое теснение То есть что-то это было такое недосягаемое То есть я, ну вот мне казалось, что совершенно люди это другого мира И поэтому даже когда у меня вышла книга и первая, и вторая, я сидела и писала Но я еще вот не могла себя никак ассоциировать или перечислить Вот когда я в верхней полке и буква «П» А потом опять же я считала и считаю, что писатель-то или нет Об этом не говорит наличие какого-то членского билета Подошла женщина одна И она говорит, я территорию души вашей Я прочитала не знаю сколько раз Может быть 15, может больше И говорит, некоторые вот Я выучила наизусть И она вот тут же становится И начинает мне по памяти читать прозу Вот у меня первое желание было То есть я покраснела Я как-то скукожилась Мне захотелось куда-то спрятаться То есть это все настолько безумно приятно Но все равно где-то в глубине души Я такой человек очень стеснительный Мне поначалу было очень сложно При том, что я с детства на сцене Там с 5 лет песни пела Я не боялась аудитории Я участвовала в институте кругом То есть это для меня абсолютно нормально Но это когда в общем Это когда ты даешь какое-то шоу Это когда ты работаешь на кого-то Ты работаешь на зрителя Ты и дальше Но когда вот слушаешь похвалу в свой адрес А вот и тем более вот такую вот Огровенную вот какую-то Ну в первую очередь Но вот хочется спрятаться Вот натянуть на себя какую-то там скатерочку И оттуда слушать И вот так вот радоваться Встреча была в механовической библиотеке районной И после встречи меня попросили чуть-чуть задержаться Потому что люди подходили Подписывала книги А потом сейчас подведут женщину Которую вы спасли жизни Я так еще Я никому жизни не спасала Я не доктор То есть для меня это было непонятно И действительно подводят так женщину Ей помогают так идти Идет женщина, улыбаются И она мне говорит Вы мне спасли жизнь Вы наверное ошиблись Нет, не вы Ваши книги мне спасли жизнь И начинает рассказывать о том Что она лежала в кардиоцентре Ее готовили к операции Но доктора в общем-то не решались Тоже не оттягивали этот момент Почему? Потому что она говорит Я так устала бороться за жизнь Я так устала от этой своей болезни Я так устала от всего Что у меня уже наверное Вот этой жажды жизни Вот это желание жизни Оно уже его не было И они это чувствовали А люди должны быть настроены на результат То есть как врач Так наверное и пациент Который тоже хочет Вот хочет жить И тут мне принесли Вашу книгу Территория души Я прочитала первую Потом принесли продолжение Потом попросила еще и дальше Батраковой И он говорит Я дочитала Я почувствовала, что я хочу жить Я хочу снова влюбиться Я хочу вот снова вот такой вот Вот так вот идти по жизни И не думать никаких болельщиков Я пришла и сама попросила Чтобы мне быстрее поставить Делали операцию И вот ее сделали накануне Тогда перед Новым годом операцию После Оксакщины Всего И она приехала домой И увидела, что встреча с Батраковой Она пришла мне сказать спасибо Что вы мне спасали жизнь Я не могу сказать, что я везде и бываю Но иногда приходится Быть именно белой вороной Когда нужно чутко сформулировать И сказать свое мнение Которое будет, возможно, совершенно не таким Как его ожидают И, ну, это, опять же, вот Опять же, играть не по правилам Опять же, отстаивать где-то свое я Но устала, да, устала Иногда устаешь от этого Когда ты понимаешь Что вот Обессмысленно это было То есть вот тогда настекает усталость Но все равно, если этот Вот есть свое стержень Такой какой-то Ты опять станешь белой вороной И опять станешь белой вороной То есть тебя В этом плане жизнь Тебя ничего не научит И это нормально Томочка Лисицкого Очень люблю Ну, здесь Сам по себе Мы подруги Здесь Уже Из песни слов не выкинешь И, кроме того, мне действительно нравится Как она пишет У нее такой Вот Ну, она Журфак Человек оканчивал Там пишет Учит писать у вас Как кратко Сразу вот так вот Где-то рублено То есть так вот Вот не так И у нее И в книгах это прослеживается Вот у нее И когда Тома хочет сказать Что человек вот мерзавец Она так пишет Он мерзавец А я иначе У меня краткости не учили У меня нет такой Скрытый лант А мне нужна страница 211 Чтобы читатель догадался Что вот этот человек Он мерзавец У меня была такая история С Людмилой Лиской Когда я Казус Куковского Прочитала И когда действительно Вот такая сильная Там пословесность Вот такая вот Книга и история Я быстро ее очень Проклотила Я читаю быстро Но все равно Вот это послевкусие После книги Я продолжала думать Вот эта привычка Как-то сработала Я себя поймала на мысли Что я начинаю копировать Бридскую Бридскую Да, у меня есть электронная книга Мне подарили ее К Новому году И я могу сказать Что это удобно У меня бывают иногда моменты Когда я могу зайти Посмотреть какую-то новинку Бывают такие рекламные делают Когда или первая глава Или несколько страниц И мне в принципе уже Чаще всего сразу понятно Это моя книга или нет И дальше от этого Да, я могу себе заказать Эту книгу Опять же мне привезут По интернету Или заглянуть Купить в магазин Я не люблю Вот эту вот такую Особенно концовку В стиле того же Хэппи-энда Такого голливудского Когда я читаю в конце У меня во всех книгах Я наоборот еще Я пишу-пишу-пишу-пишу Разгоняюсь А потом я так отсекаю Страниц 40 Вот именно на таком моменте Я свожу этих героев Уже наконец-то вместе Но вот дальше Ощущение такого полета Еще недописанности Вот оно остается Почему? Потому что я никогда не напишу Вот мои герои Жили всю оставшуюся жизнь И счастливо Умерли в один день А потому что А я не знаю, что с ними будет А потому что я не знаю, что со мной будет завтра И что будет послезавтра И в этом как раз все прелесть Если я буду знать, мне это будет неинтересно Я неудобный автор Я неудобный автор для издательств Я неудобный автор для тех же киношников Почему? Потому что Ну, скажем так Я материально обеспеченный человек То есть для меня Вот то, что отдам я эту книгу Или нет И дальше пойду на какие-то уступки Условия И мне за это вот сейчас Прямо заплатят деньги Для меня это На сегодняшний день не первично То есть на сегодняшний день не есть И что покушать И на завтра, и на послезавтра есть Но и здесь я могу отстаивать свою позицию То есть вот это вот свое ясовое авторское Что нет, это будет так Нет, простите И так не может быть, потому что будет вот так Вот ведь очень многие авторы Особенно ребята, которые пишут на Россию Но их Они сами понимают осознанно Что их загоняют в какие-то кабальные условия Но для них это деньги Для них это Я не вправе их осуждать И я никогда этого не сделаю Потому что если я знаю Что человек за эти деньги Он кормит всю семью И дальше он работает Но это его право Выбор у него так сложилось Вообще обязательно Должны быть Добрые книги И Те книги В которых все-таки Вот такой красной нитью Наверное проходят Вот эти 10 заповедей Не убей, не предай То есть они Может быть ориентироваться Вот на это Я против какой-то Политизированности Против какой-то идеологии Может быть здесь нужно Прежде всего доносить до детей Вот какие-то общечеловеческие ценности Я терпеть не люблю пессимистов Вот просто терпеть не могу Когда люди начинают ныть Вот то не так, все не так Это не получится Еще что-нибудь И ты пытаешься Долгое время Я даже в последнее время Стараюсь с ними поменьше общаться Почему? Потому что я тут же бросаю Все свои силы на то Чтобы человеку помочь Вселить в него уверенность Чтобы убедить Что все это получится Но потом на каком-то этапе Это может длится довольно долго На каком-то этапе Я начинаю понимать А бесполезно Я только зря отрядущу своей силой Потому что вот человек Он сам по себе такой И его не наполнишь Это сосуд В котором все равно Есть какой-то туда выход И сколько его не доливай Своим оптимистом Он более того Там еще и есть Еще одна трубочка И ему нравится Ему нравится ее открывать И чтобы там вот это вот Туда еще все И выплескивалось То есть получается С какой-то такой Своего рода Даже может И в эмпиризм И еще что-нибудь Поэтому я в последнее время Стараюсь как можно меньше Все-таки общаться С людьми пессимистами Я очень уважаю людей Которые вот такие Вот ваньки встаньки Которые все равно Вопреки всему Они движутся к намеченной цели Мне очень нравятся люди Которые Скажем Внешне Вот так вот Посмотришь Действительно Я люблю радостных людей Посмотришь Ну чему он радуется Вот Ну чему радуется Ну такой как все Даже может что-то хуже Там и в квартире такой живет И там не сложилось И то не сложилось И то никак А человек радуется От него идет свет И он несет эту радость А я бы не спрашивала Я бы его поблагодарила Уже за все то Что у меня есть Я ничего бы не просила Я действительно Вот просто поблагодарила Потому что Ну Ну и все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok